Всем привет! Меня зовут Артем Первушин. Продолжаю вести свой видеоблог на тему инвестиций, финансов, фондового рынка и дивидендов. В прошлый раз, когда я делал отчет пару недель назад о моем портфеле и доходности, которые я получаю с портфеля, там у меня было 209 тысяч рублей годовых с этих акций, которые я купил. Плюс я продолжу инвестировать в фондовый рынок, продолжу покупать акции на том, что рынок растет. И у меня немножко изменилась моя дивидендная доходность. Показываю свою табличку. Вот этот портфель у меня сейчас находится на счету. В прошлый раз, получается, было 209 тысяч рублей. Сейчас дивиденды годовые мои выросли на 9 тысяч рублей до 218 тысяч. Напомню, что это чистые дивиденды после вычета налогов. Грязными дивидендами, без учета 13%, у меня было бы 250 тысяч рублей. Это ожидаемые дивиденды по тем акциям, которые у меня куплены, по тем дивидендам, которые они платят на данный момент без учета потенциального роста или потенциального сокращения этих самых дивидендов в перспективе. Ну и 218 тысяч рублей. Многие тоже просят считать помесячно, если мы поделим это на 12, получается там 18 тысяч рублей в месяц у меня дивидендная доходность. При том, что рост дивидендной доходности с прошлого отчетного периода составил 9 тысяч рублей, что составляет, если мы также поделим 9 тысяч рублей на 12 месяцев, 750 рублей в месяц. То есть на 750 рублей в месяц вырос мой пассивный дивидендный доход, ну что, соответственно, несущественно абсолютно. Также меня спрашивают про распределение вот этой самой дивидендной доходности относительно тех затрат, расходов, которые я совершаю. Ну, мало спрашивают, да, но тем не менее я этим делюсь, потому что мне интересно давать эту информацию вам. Здесь, к сожалению, ошибка. Но давайте я посчитаю, что 250 тысяч рублей бюджет. И, соответственно, на данный момент вот эта доходность, которая мне приходит с дивидендной доходности, с дивидендов на фондовом рынке, покрывает чуть более 7% бюджета, который у меня ежемесячно потребляется. Необходимая сумма по той дивидендной доходности, которую я сейчас имею в процентах от вложений для того, чтобы полностью обеспечивать себя дивидендами, бежит на дивиденды, составляет 66 миллионов, что довольно много. У меня сейчас 4,8. Стоимость портфеля при том, что вложил я 4,6. Ну, соответственно, дельта, видите, разница в стоимости 229 тысяч рублей. Однако вот сюда вот не смотрите, я не корректировал стоимость тех акций, которые у меня сейчас в портфеле куплены уже пару недель. Там, возможно, разница будет чуть-чуть больше, потому что с тех пор рынок немного подрос. Он немного скорректировался последние три дня, но в целом он подрос за пару недель. Тут будет разница чуть больше. Я не смотрю в инвестициях на показатель вот этой дельты. Конечно, приятно, когда портфель растет в стоимости. Это значит, что я инвестирую правильно. Это значит, что те акции, которые я беру в портфель, они перспективные, и рынок оценивает их в итоге в течение времени в сумму большую, нежели инвестировал я, нежели компании стоили в тот момент, когда инвестировал я. Но, тем не менее, я не смотрю на показатель дельты, я не смотрю на рост, не смотрю на падение. Акции я их просто покупаю с целью получения дивидендной доходности. Довольно большую часть в моем портфеле составляет Intel. Он приносит мне, кстати, 13 тысяч рублей годовых. В пересчете на ту инвестированную сумму, которую я в него вкинул, это 2,4%, что довольно немного. Есть акции, которые больше приносят. Допустим, там тот же Мессис 9 дает. Ну, понятное дело, что если у компании дела продолжатся не очень хорошо, то дивиденды будут порезаны. Ну, МТС тот же самый. Я 40 тысяч вложил, мне дают 4 тысячи. Но, понятное дело, что это не та компания, которой стоит ориентироваться в перспективе и долгосроке. Я, в принципе, ориентируюсь в долгосроке на Газпром, Сбербанк, на Мосбиржу, на Кока-Колу. Она стоит дорого. Вот я купил как раз Кока-Колу за последние 2 недели. До этого у меня там было пара акций. Так же, как у меня JP Morgan одна акция, NASDAQ одна акция. Я тоже на них ориентируюсь в долгосроке. Но это те акции, которые стоят дорого. Мне хотелось бы их купить подешевле. Возможно, какая-нибудь Tesla, но она дивиденды как раз и не платит. И под стратегию не подходит. Такая спекулятивная у меня была покупка. Но, что интересно, Tesla мне принесла. Там я смотрел. Сейчас она хорошо стоит. Tesla, Tesla, Tesla. Где она? Она принесла мне, где-то вот тут я покупал. Нет, не Tesla, это AT&T. Вот она, Tesla. Я ее где-то вот здесь покупал. Она принесла мне около там 50% доходности. И вот здесь вот побольше числа будет. Ну, там была чисто спекулятивная покупка. Хотя в долгосрок, в теории, конечно, эту компанию я оставлю. AT&T в долгосрок. Дивидендная компания хорошая. Какой-нибудь этот тот же самый Johnson & Johnson. Компания, на которую я ориентируюсь. Больше всего мне сейчас приносит Gazprom, так как это рублевый актив. Проценты дивиденды там довольно большие. Сбербанк неплохо приносит, тоже рублевый актив. Инвестировал я в табачную компанию. Которая дает мне тоже довольно хорошую дивидендную доходность. В месяц я инвестировал. Которые тоже мне дают большую довольно дивидендную доходность. И в процентах довольно крупная сумма получается. Я в две табачные компании инвестировал. Вот они там в одну побольше, вдруг поменьше закинул. Дивиденды тоже, соответственно, видите на экране. Они относительно большие. Но в теории, конечно, если все так же продолжится, оно может, конечно, дивиденды и урезать. Хотя, ну, по сути, те же табачные компании. BTI и MO, если мы посмотрим на графики, они в целом, ну, довольно дешево стоят относительно той доходности, которую предлагают. Поэтому я их решил купить в свой портфель. Тем более, что они там неплохо отскочили от поддержки. Ну, вернее, сейчас не отскочили. Я покупал на поддержке. Дает мне небольшую дивидендную доходность. Ну, дивиденды, говорю. Доходность от роста. Активов. Ну, соответственно, вот такие у меня изменения на данный момент. Давайте я сейчас открою прошлый видеоролик. Почитаю комментарии. Отвечу на вопросы, как я это обычно делаю в конце каждого видеоролика. Видео небольшое. Видео не очень длинное. Но, тем не менее, результатами своими я поделился. В прошлом видео я говорил про опасения относительно падения фондового рынка и про риски инвестиций в фондовый рынок, риски инвестиций конкретно в данный момент. Я рекомендую посмотреть этот видеоролик каждому, кто не понимает всех рисков инвестиций, по крайней мере, в данный момент. Ну и давайте почитаю комментарии. Отвечу на вопросы. Будет просадка небольшая. Все, по итогу пойдет вверх. Оно идет вверх на том, что Федрезерв выкупает активы. Всегда выкупать активы он не будет. И всегда на выкупе... Ну, вернее, он может долго выкупать активы, но всегда рынок на выкупе активов расти не будет. Кризис на границе 20-21 годов будет. Пишут. Какой средний процент див по портфелю? Средний процент дивидендов 4,7 на данный момент ожидаемых. Он может сократиться, он может вырасти. Я думаю, что в перспективе там года-двух, особенно если мы говорим про снижение рынков, он будет сокращаться. Но там в перспективе, допустим, 10 лет он будет расти. С какой суммы начали? Начинал я, по-моему, с 50 тысяч рублей, когда 50 тысяч рублей впервые туда вкинул. Ну и периодически разные суммы докидываю, которые в целом не зависят от конкретно какой-то суммы, которую я пополняю. Могу не закинуть в месяц вообще ничего. Я один или два месяца вообще ничего не покупал. Это было, по-моему, летом как раз в этом году. И был период, когда я закинул там сколько? Миллион, может быть. Сколько годовых процентов от ложной суммы планируешь получать в дивидендах? Стоит ли оно того? Ну, 5-10%. То есть 10% это в такой, в радужной перспективе. 5% такая вот, ну, минимальная, ориентировочная стоимость, ориентировочный показатель. Нужно понимать, что если там покупаешь, допустим, рублевые акции, там будет побольше процентов. Ну, понятное дело, инфляция побольше, девальвация. Породавай, пишут. Инвестиции подразумевают постоянный приток денег в актив, независимо от рыночной ситуации. Сложный процент, время и дисциплина сделать свое дело на длинной дистанции. Если уж совсем руки чешутся, можно добавить шорт по индексу, но держай, докупай, при этом стокс. За контент спасибо. Благодарю за комментарий. К вопросу по шорт по индексу. Мне нужно быть квалифицированным инвестором. Я думаю, что в следующем году вполне... Я не знаю, на самом деле, сколько длится процедура переходов в квалифицированные инвесторы для того, чтобы шортить весь индекс. В теории, там нужно 6 миллионов рублей на счете. Я могу докинуть деньги на счет, чтобы попадать под этот критерий. Но я не знаю, сколько займет как-то квалификация, чтобы я мог шортить весь индекс. Ты не уйдешь далеко, если нет опыта. Это накрученный комментарий. Благодаря за выпуски, ребята. Спасибо большое за обратную связь, за оставленные комментарии. Похоже, скоро рухнет. Радует твои финансовые успехи. Сделал ответ к вам того, кто пытался разоблачить. Криптофатеев. Криптофатеев, вы можете посмотреть, кто это такой, если вам интересно. Это мошенник, который делает вид, что торгует на рынке криптовалюты. Я торгую на рынке криптовалюты и деньги, которые я зарабатываю, я зарабатываю на рынке криптовалюты, инвестирую вследствие в фондовый рынок. Показываю результаты вам. А криптофатеев – это человек, который занимается обманом людей, тоже ведет канал по теме крипты и делает вид, что торгует. На самом деле не торгует, он обманывает людей на платных подписках. У меня тоже есть платная группа наша, у нас там несколько сотен человек, мы там ежедневно с ними работаем, разбираем рынок крипты. Зачем на вопросы и смотрим, где можно что зашартить, что залонговать, где купить, где продать. Ведем активную деятельность. Ну, вот этот человек активную деятельность такую не ведет. Он торговать не умеет, но разводит людей. У него стратегия засрать всех, в том числе меня. Он не только меня срет. Много каких других трейдеров, которые являются популярными трейдерами на рынке крипты. Вот. Ну и, соответственно, обманывает людей. Я про это тоже уже говорил. Я этот самый обращался к юристам, в том числе. У нас там вопрос с ним решается. Он, к сожалению, с Украины. Он там по статьям по многим попадает на уголовку лет на 10, как минимум. Там из-за клевету, из-за мошенничества, из-за... Слив платной информации, как это называется, авторское право. Он там за многие статьи попадает. Но его спасает то, что он на Украине сейчас. Ну и, соответственно, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Поделюсь со своими мыслями, поделюсь со результатами. Подписывайтесь на канал, если вам контент был интересен. Жду вас в новом видеоролике. Всем удачи, всем пока.